всем доброе утро мы в лес пришли давно не бывали в лесу чуть попрохладнее стало но идем жарко на улице и душно потому что дождь был сюда же влажно на почве дождь был уже поздно вечером вот в лесу давно не были решили воздухом подышать хвойным прогуляться до озера по лесной тропиночки дышать конечно здесь очень приятно такой аромат после дождя тем более красота красота лето у нас продолжается еще 29 передают какие-то эти дни потом 12 до до 8 какие в какой день 12 будет пятница суббота воскресенье но я не то я видел как-то один день днем даже 12 может быть перепишут может перепишут не может же быть такой сильный перепад у нас хотя все может быть да хотя было же так 30 потом бах 20 за какой-то час изменилась такая температура у нас доллар баха 100 рублей и температура также воздуха скачет никакой стабильности ни в чем ни в чем нет стабильности одни перепады перепады так что живешь и не знаешь что завтра то будет живешь одним днем ой девчонки мальчишки такие вот пироги у вас как так же вроде от доллара уходим но никуда от него не деться все равно привязаны все к этому доллару что вот так до пришли на озеро здесь никого один мужчина тут занимается и водичица прозрачная можно было даже искупаться мы как-то и не подумали давно здесь не были по жаре тащиться сюда конечно не очень хотелось ездили на машине на другое озеро здесь конечно красота ну вот когда одни придешь чтобы вот вход прям маленькие же узкие если тут ребятня какая болтыхается то уже все мне так не нравится ну вот мужчина купается он постоянно сюда приходит сейчас зарядку делает ну вот такой бардак оставили как всегда ладно хоть в куче все только кто эту кучу будет убирать непонятно за кого-то найдутся добровольцы может быть да возьмут в пакет и унесут за кем-то будут этот срач убирать вот солнце скрылась как-то даже это ветерочек приятно так жарко жарко все равно хоть и после дождя пройдемся не торопясь такой погоды быстро дожиться и не хочется так что вот солнце снова вышло ради радоваться надо солнышку-то потом будем скучать то будем плакать у нас вот такая погода то холодно замучил в июле месяце потом дожди залили думали уже все ну сколько можно потом жара нас задолбала теперь хоть дождичек прошел но все равно душно но все равно сегодня спать было хорошо так прохладненько до свежесть такая и после дождя вчера снова до пол первого телевизор смотрел ой господи корни фильм был какой-то уже что-то с прошлым я его вроде бы и смотрела давным-давно а что-то прошлое может ждать что ли что-то типа этого арнгольц там играет что так фильм хороший еще раз посмотрел я не сначала смотрела то что там гнилые грибы вот покажу вам лес давно не показывала смотрите на нашу природу как хорошо сейчас муж завтра за грибами собирается был дождь может быть будут грибы сейчас за грибами уже не хожу не хочу картошку тут жарила вот один раз я ее поел машина в следующий день доедал я уже не хочу вот так сосны маленькие были уже как подросли все незаметно незаметно скоро здесь вырастет лес от было так вот тут среденько сосны росли эти подрощи будет густой густой лес непроходимый будет только такая дорожка муж свернул грибы ищет там женщина с корзинкой уже ходит но вряд ли что она найдет потому что была засуха такая такие уже грибы за ночь они всяко не выросли потому что дождь и начался вчера уже к вечеру возник так ну как часов 7 наверно вечера живописная скамеечка из корня ствола дерева прям хвоей пахнет я не могу вам передать этот аромат потому что влажно это дорожка вот такая влажно много вот это вот хвоей прям аромат и не витринки прям все так тихо тихо душно парниковый такой эффект сейчас даже не жарко душно ну что не нашел ничего там не выросли грибы вряд ли да тут выходные все равно люди наверное прошлись в надежде что найдут что-то солнце солнце озарило лес красота муравейник какой муравьи тут себе дом какой сделали уже у них тут муравьиная жизнь они отверстие ход яйца таскают сколько у них своя жизнь здесь в лес ходят что-то носят все что это вот это вот куча это же все они дотащили сделали себе дом птичка там так сейчас пела включила телефон уже все уже перестала петь сейчас пройдем по кругу пойдем по кругу и домой уже вернемся на озере там так кто-то гульбанил что аж трусы потеряли кружевные стринги лежат это что-то просто как молодежь гуляла девушь не оставили после себя эту кучу мусора дорогие друзья сегодня мусора еще больше вставляете там еще и коробки какие-то молочные и вещи горшки цветочные в общем что там только нет и надеви на деревьях висят на деревьях видите я не знаю тоже ужас какой-то просто вот в общем ужас дорогие мои вот два дня выбрасывали до один день выбрасывали кто уж там выбрасывал аналии счеток еще кто-то может быть там какие-то крики слышались может быть соседи там выбрасывали я не знаю мы сначала думали может родственников каких нашли вот потом утром это все убрали не было и вот два дня подряд вчера выбрасывали валялось все здесь сегодня видно но именно ночью выбрасывают темно я слышу что там что-то хлюпает а выглядишь из окна ничего не видно и все это валяется там вообще мусорку устроили на деревьях на ветках висит вот может это она это все там выбрасывать потому что все там какой-то влажный наверное там все-таки у нее обработку проводили вот наверное надо писать куда-то ну я понимаю там вот не дай бог да дожить до такого и и каждому да желаю старость встретить на своих ногах как говорится до смерти быть и в своем уме самое главное это страшное дело когда вот так вот случается с человеком конечно она не виновата но вокруг люди живут и у нас мало того тараканы а если у нас газовые колонки вот вдруг она газ оставит или вообще что-то может такое случиться вокруг люди живут ну это конечно вот так вот и никому ничего не надо вот там видимо жители соседи что-то добиваются они куда-то уже писали и жаловались и все то что вот такое вот безобразие там творится до нас то этого только еще дошло все видимо уже у соседей у всех до того это все разбежалось то до соседнего подъезда все это дошло видимо это все давно продолжается я не знаю и не в курсе и как то вот пока бы это все не появилось и вот я не я не знаю ну что понятно что с этим что-то надо делать нельзя чтобы человек одинокий жил без как говорится больной больной головой и это же очень опасно во первых я хоть эти твари бегают это разве хорошо ну ладно вот все вроде бы нет ну кто его знает вот пройдет какое-то время опять там она натащит этого всего опять это все разведется ой я не могу так ужасно просто все равно за больными людьми вот за больными на голову как-то надо следить есть же какие-то родственники все равно кто-нибудь будет претендовать на квартиру а так вот но все равно какие-то службы должны же этим заниматься или мало кто слушает у нас же по-моему на добровольной основе да вот это вот лечение ну если уже соседи там все вот говорят да не просто так не кто-то просто захотел ее там как безумную куда-то упечь да ну есть на это какие-то веские основания да он некоторые фильмы посмотришь за деньги человека упекут куда угодно в психушку и не выберешься да вот сколько фильмов таких надоела жена там богатенькому какому-нибудь она рад он раз ее объявит какой-то безумной чтобы лишить всего и привет и все хорошо любого человека так можно да обвинить что он немножко с приветом у каждого свои тараканы в голове но когда уже на лицо вот такой вот да уже все соседи тут взбеленились все уже в инстанции начали жаловаться ну и так вот все оставить и это вот она сегодня ночью видимо набросала то есть она наверно там дома и соседям кому вот надо вот следить там за ней что она делает как она делает как будто своих проблем нет у каждого своих проблем вот так вот выше крыши наверное да на скорее всего но если вот она одна живет все равно какие-то родственники есть и с помощью соседей как-то можно решить этот вопрос ну если родственникам не надо значит как-то вот так значит квартиры кому-то пусть отойдет государству или кому-то какому-нибудь шустрому деятелю но у человека так оставлять не знаю не знаю ну конечно может быть она нормальная так себя обслуживает я не могу судить вот потому что я ее не знаю не видеть может я ее и видела но не знаю она это кто это не она ли ведь вот сколько случаев да некоторые там кошек заводят смотрела по телевизору вот у нее бзик на это она всех кошек собирает домой собак у нее там целая псарня то есть антисанитария полная то есть все тут там уже да и клопы и тараканы и все на свете все значит просто наобгажено и даже через потолок там видимо просачивается вот это все и представьте какая боль вот от этой от этих животных ну у человека может она любит так сильно животных но если ты любишь ты как-то это надо у тебя квартира не для того чтобы заводить полный дом скотины и гадить и людям не давать нормально жить но это тоже определенная как-то ну ненормальность какая-то если ты кого-то завела они не должны ну а собаки представьте лают там мало того они гадят они еще лают а если ты завела значит должно быть все идеально чтобы ты не нарушала спокойствие соседей ты же не в своем доме живешь да в квартире многоквартирном доме где нужно соблюдать какие-то порядок порядок какой-то есть в конце концов какие-то нормы ну так же нельзя это вообще я говорю 40 лет живем вот эта квартира 40 лет никогда такого не было никогда и тут вдруг вот это вот все ну а че сейчас ждать хорошего вот уже ходишь вот и оглядываешься что и как живи как на пороховой бочке такие вот пироги девочки девочки мальчики ладно поживем увидим что дальше будет конечно бы спросить бы у кого ну не знаю сейчас у нас вот хорошо скамеек нету подъездов никто здесь не сидит есть там вдалеке скамеечка вот там сидят какие-то бабушки с разных домов подъездов а у нас здесь нет потому что как скамеечки поставят так начинают или распитие спиртных напитков по утрам вернее по вечерам галдеж и еще что-нибудь по днем там бабушки рассядутся ну вот поэтому скамейку отнесли туда и как-то там у нас сейчас спокойно раньше кстати вот здесь модно было а вот в нижнем я не замечала такого что под окнами кто-то там сидел винище распивал здесь вот такое было вот забьются здесь в кусты эти пьянчушки и квасят сейчас вроде бы все хорошо все очистилось все немножко поменялось все в лучшую сторону конечно там вот проходим на детской площадке вот вчера утром идем пошли в магнит косметик когда заходили сидят два обормота уже как говорится лет по 60 не меньше им ну уже спившись так не поймешь сколько им лет вот и разложились на скамейке все тут грязь валяется детская площадка скамейка вот наверное внуки есть дети да поимейте совесть неужели нужно это распивать на детской площадке и потом даже не смочь мусорницу это все выбросить а вот это валяется плюют вот я не знаю вот ну даже пусть ты выпиваешь но ну совесть то есть какая то или нет вот вот в этом срачи как говорится бардаке дети должны они же все в рот тянут да нет у нас порядка вот нет порядка и раньше как то вот эти вот ну милиция ездила сейчас то полиция раньше милиция же ездила вот эти патрули и все равно порядок соблюдали ну как то что вон распевают на улице махом бы их загребли и это ну или хотя бы сказали ну-ка дорогой мой отчаливай отсюда нет сейчас все нормально это никаких патрулей никто никого не не штрафует никто никого не гоняет как хорошо вот правда конечно раньше тоже беспредел беспредел вот этот вот был еще помню у меня первый муж со второй а он даст после первой смены мы живут свекровью сначала жили тут в починках как раз дом был около рядом платформа почти первый дом и муж значит у меня из вышел с электрички а ну как же здесь сразу пивной пив бар и пошли они пиво выпить после работы ну вышли и перед домом тут пиво выпить и что вы думаете они выходят и менты как говорится и за ними прям бегом не то что вот 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 и он говорит я убегал меня гор чуть не догнали до подъезда бежал им у них же план у них план и вот они вылавливают один раз я наблюдала вот у нас на проспект корабле строителей там окна выходили и вот там якорь якорь такой ну памятник лежит стоит и скамейка я значит потом наблюдала мужик лег на эту скамейку пьяный в дупель уже бутылка водки у него там под скамейкой он лег лежит значит едет милиция этот патруль ну зачем им такой они мужиков ловили с зарплатой да было такое говорю бежали муж совершенно трезвый кружку пива зашел выпить его догоняли чтобы вытрезвитель схватить чтобы потом лишить естественно премии так вот а этот мужик лежит взять с него нечего вот он лежит они значит я смотрю из окна наблюдаем проезжает эта машина подходит два мента к нему потрепали его там посмотрели нет у него ничего и оставили его пусть лежит дальше и уехали вот так вот ну конечно да вот с одной стороны надо бы вроде бы порядок навести ну а порядок то тоже вот так вот наводили есть когда с кого что-то взять они бегом догоняют валяется никому не нужен даже он на площади лежит можно сказать вот нарушает общественный порядок и они проехали мимо не забрали его в трезвитель зачем им с ним возиться так вот вот ой сейчас наверное вообще полный беспредел как и как и во все времена да поворчим девочки мальчики нет у нас порядка нет нет так вот и такая вот такая наша жизнь там где надо навести порядок некому и нет желания все решают деньги мани 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 да нет нет денег никому ты не нужен криминал и беспредел договорились договорились иногда все вот это до того бесит просто вот это все ладно не будем ворчать будем думать о хорошем вот мне на цене там оставляли ссылку почитать если интересно что такое синдром плюшкина ну вот какого-то вот женщина в соседнем подъезде это синдром плюшкина вроде того что ну наверное да и вот тут быстрые ответы ну я по ссылке не проходил там она не читается это надо набирать это можно я в поисковике нашла и вот пожалуйста описываемое состояние относится к области обсессивно компульсивных расстройств но также может встречаться в клинической картине шизофренического спектра распознать данное отклонение можно потому что бережно хранится и собирается то что подлежит утилизации или уже выброшено другими людьми часто люди синдром плюшкина могут обыскивать мусорные баки доставать оттуда чужие выброшенные вещи и складировать их у себя дома вот так вот лечится ли синдром плюшкина синдром плюшкина это часть многих заболеваний поэтому необходимо обратиться к психиатру который в зависимости от степени тяжести заболевания назначит амбулаторное лечение или предложит госпитализацию сотрудники и администрация управляющих компаний могут добиться положительного результата путем переговоров также можно обратиться в столичные семейные центры квалифицированные специалисты предложат помощь в виде консультации психолога вот ой господи ну что то с этим конечно надо делать но я не знаю там соседи все таки есть может есть мы то в соседнем подъезде и знать ее не знаем в общем синдром плюшкина в психиатрии название болезни произошло от фамилии одного из главных героев произведения гоголя мертвые души синдром плюшкина это страсть к патологическому накопительству вещей это хуар хуардинг или сила гаммания люди с тяжелой формой болезни живут в настоящей помойке но им кажется что так и должно быть что проблемы не существует вот это вот такое да вот живет в помойке наиболее опасными психическими заболеваниями по праву считается алкоголизм наркомания эпилепсия психоз шизофрения невроз и психопатия ой господи ну и вот опять что значит синдром плюшкина патологическое накопительство также сила гаммания хуар хуардинг синдром плюшкина диспазофобия и другой вид навязчивого поведения заключающийся в собирании и хранении неиспользуемых вещей чаще всего предметов домашнего обихода в настолько больших количествах они препятствуют использованию помещений по прямому назначению она тут не знаю у нее пока вот вещи что она там еще набрала не знаю там в общем все наверное что выносит она все собирает естественно не стирает наверное все вот это вот ну вот еще синдром плюшкина заболевание относящиеся патологическим компульсивным расстройством характеризующиеся в накопитель сохранения огромных предметов в которых у больного нет необходимости заболевание названо в честь плюшкин но это уже тут повторение ну тут много чего можно найти откуда откуда берется откуда оно берется не дай бог такое вот как патологическое накопительство это один из видов расстройств навязчивого поведения его суть человек постоянно накапливает ненужные ему вещи и не может критически отнестись к своему поведению из-за чего накопившиеся предметы попросту мешают полноценной жизни в доме в россии это расстройство более известно как синдром плюшкина по фамилии персонажа этого гоголя так вот другое научное название расстройства силогумания вот так вот синдромы и стадии сохранение старых вещей пополнение коллекции накопление важнее использование бытовые неудобства стадии накопительства в общем вот много я видела таких вот и балконов что там всего навалено навешано конечно мы все мы все там с трудом с вещами расстаемся какими-то ну а вот вот тоже накопительство животных это тоже синдром плюшкина один из подвидов синдром плюшкина тяга к накоплению домашних животных человек постоянно заводит крайне много кошек собак или других питомцев игнорируя ухудшение бытовых условий и гигиенические нарушения вот это ужас ой кошмар просто причин накопительство у расстройства выделяют биологические психологические социо культурные факторы развития вот биологические факторы еще в 2004 году ученые из университета айовы выяснили синдром накопительства может появиться у человека на фоне повреждений коры лобной доли мозга эта структура помимо прочего отвечает за обработку информации и принятие решений факторы риска черепно-мозговые травмы хирургическое вмешательство инфекции и воспаление мозга деменция на фоне дегенеративных изменений мозга в старости нарушения работы сосудов или психических расстройств например шизофрении психологические факторы среди психологических факторов риск накопительства хронический стресс ну вот говорят что у нее сын умер она тут на почве этого что ли психологические травмы в детском или взрослом возрасте возрастные кризисы переживания потери психические нарушения тревожное расстройство депрессия шопоголизм химические зависимости и так далее шопоголизм это еще ладно чистые вещи лежат ой ну как накопительство связано со стрессом обычно у людей с психологическими факторами риска проявляется первая вторая стадии расстройства человек накапливает вещи потому что пытается справиться с переживаниями сохранение старых привычных вещей создает иллюзию стабильности и безопасности радует теплыми ностальгическими воспоминаниями покупка или поиск новых вещей помогает отвлечься от психологических проблем дарит короткие вспышки положительных эмоций социокультурные предпосылки развитие накопительства закрепляют и внешние предпосылки чаще всего это преувеличенная бережливость родителей которая передалась ребенку в процессе воспитания так старшие поколения нашей страны помнят и тяжелые военные послевоенные годы и периоды товарного дефицита во время во времена их детства молодости или взросления бережливости накопительства были продуктивной жизненной и бытовой необходимостью а позже попросту вышли вошли в привычку которая передается детям на повлиять на развитие синдром может не только родительское воспитание но и личный жизненный опыт например человек долгое время жил в тяжелых экономических и бытовых условиях испытывал острую нехватку необходимых товаров да последствия синдрома плюшкина несмотря на тот карикатурный образ который имеет синдром плюшкина в глазах общества это крайне серьезные нарушения опасные для здоровья и жизни его последствия грибок и плесень в доме развитие заболеваний органов дыхания грибковых инфекций аллергические реакции размножение блох мух драканов мышей крыс риск инфекционных и бактериальных заболеваний высокий риск возгорания дома ну вот ужас кроме того накопительство может привести к проблемам с законом из-за жалоб соседей на запахи паразитов захламления общей территории лечение патологического накопительства к сожалению больные синдром плюшкин зачастую не сознают свое расстройство из-за низкого уровня самокритики поэтому решение необходимости терапии приходится принимать родственникам если вы заметили у близкого человека признаки этого заболевания крайне важно проконсультироваться с психиатром врач сможет оценить тяжесть его состояния и подобрать мотивационные рычаги для того чтобы убедить больного начать терапию в зависимости от тяжести и причин развития заболеваний метода лечения патологического накопительства медикаментозная и психотерапия медикамента к сожалению высокоэффективных лекарств для лечения синдрома медицины всего еще все еще нет хотя отдельные клинические работы показали определенную действенность ингибиторов обратного захвата моноаминов моноамины это группа гормонов и нейромедиаторов которые играют ключевую роль в работе центральной нервной системы эмоций и поведения человека дофамин серотонин и т.д. нарушение выработки и нехватка этих веществ приводит к нарушениям работы центральной нервной системы и препараты ингибитора их обратного захвата помогает блокировать возвращение действующих моноаминов обратно к выделяющим их нервным клеткам и за счет такого воздействия повышается концентрация полезных веществ и синаптической щели ой то есть моноамины работают больше дольше и эффективнее но все же достаточных доказательств эффективности лечения этими препаратами нет так поэтому в большинстве случаев медикаментозная терапия синдрома плюшкина симптоматическая так антидепрессанты нужны психотерапии на сегодняшний день наиболее эффективный метод лечения плюшкина накопительства когнитивно поведенческая терапия помогает больному ну вот в интернете все можно найти все прочитать конечно ну вот такое конечно это психологическое психическое даже заболевание но кто этим будет заниматься я не знаю если есть родственники ну опять же это все с согласия больного должно происходить ну вот загрузила я вас с этими заболеваниями и нужно в себе вот это вот да накопительство ну бережливость у нас да наверное у всех есть особенно вот кто умеет шить да раньше как давайте выброшу эту вещь а вдруг там из нее можно перешить то есть раньше дефицит этих товаров на самом деле сказывается но это нормально да да когда у тебя лежит какая-то ткань или какое-то платье из которого ты можешь что-то перешить например сколько я тоже своей дочери перешивалась платье например какого-то ну да иногда лежат вещи иногда с ними уже расстаешься отдаешь кому-то но когда это уже переходит во что-то такое то это уже да это уже надо задуматься если вы складываете 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 этим не пользуетесь то надо устраивать генеральные уборки не только в своих шкафах но еще и в своем своей голове вы ладно девочки наверное на этом я закончу свое видео кому было интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии да не дай бог до такого дожить никому никому всем пока